Привет, братцы! Вы на канале AndroNews. И сегодня у нас будет по-настоящему важный контент. Мы наконец-то узнаем, стоит Huawei P30 Pro на ровной поверхности или не стоит. Мне просто этот момент не давал покоя все эти дни. А если серьезно, в этой упаковке действительно находится Huawei P30 Pro. И я вам скажу больше, в рамках этого видео я его не просто распакую, я поделюсь с вами своим опытом эксплуатации. То есть это будет небеглый обзор. После просмотра этого видео вы полностью поймете, на что способен данный аппарат. Напомню, что P20 Pro в прошлом году унизил всех по камере, включая Pixel, последний iPhone, Samsung и так далее. В этом году вице-президент компании сказал, что P30 Pro удивит еще больше, чем P20 Pro. И после его презентации правила игры на мобильном рынке изменятся. Давайте проверим, так ли это на самом деле. Перед тем, как я начну, хочу напомнить, что прямо сейчас мы вместе с нашими друзьями, YouTube-каналом, Комфи, годной технике, разыгрываем этот самый смартфон. Только версию с 6 гигами оперативной памяти. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, не нужно делать ничего тяжелого. Не нужно подавать никакую заявку в Google форумы, не нужно никаких репостов. Там все максимально просто. Ссылка на розыгрыш в описании, прямой эфир пройдет уже достаточно скоро. Желаю удачи. Начну я с комплекта поставки. Вот такой вот упаковки он ко мне приехал. Версия 8256, то есть это топич. И расцветка Aurora, если честно, тоже топич. Кроме самого смартфона, в комплекте иголка, чехла нет, USB кабель, Type-C наушники и блочок с поддержкой фирменной зарядки на 40 Вт. Мы помним, на что она способна в модели Mate 20 Pro. По проводу смартфон заряжается за полчаса на 70%. И это непридуманные цифры, так и есть на самом деле. Ну а теперь давайте поглядим на этого зверя. Первое, на что обращаешь внимание, это симметричное закругление стекол на лицевой и тыльной панели. Края закруглены немного больше, чем у того же Galaxy S10. Разумеется, это отразилось на эргономике. Смартфон сильнее врезается в ладони. Если честно, тут дело вкуса. Смотрится дорого, богато, как и ощущается. Вот, но кому-то нравится закругленный экран, а кому-то нет. И пока что мы далеко не ушли, сразу отвечу по поводу фантомных нажатий. За три дня использования у меня их не было. Хотя, при хвате, часть ладони по-любому касается экрана. Уверен, многих интересует, как Huawei реализовали работу так называемой функции акустик-дисплей. Ведь стандартный спикер в этом смартфоне попросту убрали. Звук передается при помощи вибраций. И если честно, эти вибрации действительно можно ощутить при звонке. Ну, если, конечно же, задротствовать. Не то, чтобы вас будет трясти, но ощутить можно. По самому звучанию собеседника слышно хорошо. Но тут есть одна хитрость. Звук исходит не с верхней части, как мы привыкли, а вот из этой области. Поэтому смартфон возле уха нужно держать немножечко ниже. И с самого начала меня это немножечко смутило. Потому что я четко понимал другой принцип работы. Но после пары дней эксплуатации, я вообще забыл о том, что здесь нет стандартного спикера. А, и вот еще один момент. Ситуации, как с Vivo Nex, не было. Напомню, что там используются аналогичные технологии. Только в том смартфоне меня слышали все окружающие. А здесь слышимость такая же, как если бы я, допустим, говорил по Galaxy S10, iPhone на XS Max и так далее. Ну, как-то так. Почему Huawei вообще решились на этот шаг? Я, если честно, хызы. Возможно, из-за класса защиты корпуса IP68. Ранее был IP67. Ладно, давайте вернемся к элементам корпуса. На правой грани разместили кнопку регулировки громкости и питания. Левая грань пустая. Ну, а теперь барабанная дробь. Верхний и нижний торец скошены, как нам и обещали. Не могу сказать, что это какой-то прорыв или несет за собой какое-то практическое применение. Просто элемент дизайна, не более того. Но стоит он на столе или нет, я проверю прямо сейчас. Сначала нижний торец. Не стоит. А теперь верхний. Стоит. Ладно, проехали. Снизу разместили гибридный лоток для сим-карт и карты памяти по типу бутерброд. Карта памяти, как и в случае с Mate 20, формата nanoSD. Кроме него микрофон, порт USB Type-C версия 3.1 и мультимедийный динамик. Сверху микрофон шумоподавления и инфракрасный порт. Аудиоджека нет, как и в комплекте переходника с Type-C на 3,5 мм. Ну и теперь самое интересное. Это тыльная панель. Помню, в прошлом году я смотрел на три модуля камеры с дикостью. Для меня это было что-то нереальное. Сейчас же я смотрю на четыре модуля камер, и меня это уже не удивляет. Особенно после того, как на МВЦ представили Nokia 9 с пятью модулями камер. Но все-таки есть один момент, который вызвал у меня искренний восторг. Вы только поглядите на этот кратер снизу. Сама линза утоплена куда-то глубоко под корпус. И она невероятных размеров, как для смартфона. К слову, это тот самый сенсор с приближением, как у подзорной трубы. Но к нему мы еще вернемся. Правее от трех основных камер есть еще лазерная фокусировка, сенсор определения температуры для вспышки. И, внимание, 3D-TOF. Многие до сих пор не понимают, зачем он нужен. Но я сейчас попробую объяснить простыми словами. Для того, чтобы получать настоящий, в кавычках, эффект боке. Короче, для крутого размытия фона. Теперь немного о расцветках корпуса. У меня на обзоре, как я уже сказал ранее, цвет Аврора. Полярное сияние. Сама расцветка дело вкуса, но реализация мне понравилась. Не знаю, как это все дело описать словами. Вот знаете, такой матовый, не вырвиглазный перелив. То есть, ну выглядит намного дороже, чем на том же P20 Pro. Хотя, опять-таки, кому-то вообще все эти разноцветные крышки не по душе. Кроме северного сияния, производитель еще предлагает следующие расцветки. Жемчужный и черный. Из коробки смартфон работает под управлением девятой версии Android с фирменным интерфейсом EMUI 9.1. Завезли новый вариант управления жестами. Реализовано все в точности, как на смартфонах Xiaomi. Чтобы выполнить действия назад, нужно сделать свайп в сторону от любой из грани. Домой свайп с нижней части экрана. Чтобы вызвать меню запущенных приложений, нужно сделать свайп снизу с удержанием. И можно еще вызвать Google Ассистента свайпом вверх с левой или правой нижней части рабочего стола. Темная тема есть. В связке с OLED-экраном самое оно. Always on Display также имеется. Но вот что меня смутило. Уведомления от сторонних приложений, таких как Telegram, Viber, Instagram и так далее, на Always не отображаются. Да и стандартного датчика уведомлений здесь нет. Для меня, если честно, это было неудобно. Каплевидный вырез в случае необходимости можно залить черной полосой. Знаю, что многим подобное решение не нравится. Вообще, если честно, мне не особо нравится интерфейс EMUI. Тот же One UI от Samsung будет поинтереснее и пофункциональнее. Ладно, еще момент дизайна иконок и так далее. Это все субъективно. Но там в целом больше различных плюшек. Зато интерфейс EMUI пока еще открыт для кастомизации. Поэтому мне удалось изменить лаунчер по умолчанию, дизайн шторки уведомлений, добавить Google Fit и так далее. Вот за что я люблю Android. О таких функциях, как наличие NFC, я говорить не буду. Потому что для флагмана это, можно сказать, парадигма. Разблокировать девайс можно двумя способами. Первый это при помощи дисплейного сканера отпечатков пальцев. А второй по лицу. Через стекла отпечаток считывается. Я удивился, но и мокрый палец он тоже распознает. Не всегда с первого раза и тем не менее. В целом работает и большинство аналогичных сканеров. Не всегда получается попасть в нужное место с первого раза. Для того, чтобы разблокировать смартфон, его не обязательно пробуждать. Просто кладете палец на нужное место и он разблокируется. Разблокировка по лицу в целом работает хорошо. Даже когда сзади вас находится интенсивный свет. В моем случае это было солнце. В сумерках, в магазине, в каких-то помещениях работает нормально. Но вот в полной темноте не работает. Из дополнительных фишек смартфона могу отметить реверсивную зарядку. То есть при помощи этого девайса можно зарядить все, что угодно с поддержкой беспроводной зарядки. Но не быстро. Подобный функционализм мы уже встречали и ранее. В моделях Mate 20 Pro, Galaxy S10 Plus и так далее. Поэтому на этом моменте я подробно останавливаться не буду. Давайте лучше заглянем под капот. За работу смартфона отвечает процессор Kirin 980. В наших странах будет продаваться две модификации смартфонов. 6128 и 8256, как в моем случае. К производительности чипа у меня претензий нет. Да, в синтетике он уступает конкурентам. Но на практике работает все шустро. Начиная с анимации интерфейса, скорости открытия программ и заканчивая игровой производительностью. В PUBG смело можно играть на высоких настройках графики. Только рекомендую перед началом игры устанавливать в настройках полноэкранный режим. А то по умолчанию часть картинки обрезается. По нагреву и троттингу также полный порядок. Впрочем, процессор Kirin 980 уже далеко не новый, поэтому не хочу повторяться. Давайте перейдем к кульминации. Думаю, вы все понимаете, что главной фишкой P30 Pro все-таки являются его камеры. Сразу скажу, что задротливое сравнение с конкурентами я сделал в отдельном видео. Вы его сможете посмотреть, пройдя по ссылке в подсказках. Здесь же я постарался сделать все лаконично, для того, чтобы не грузить тех людей, для которых камера это просто камера. Самая главная фишка это сумасшедший зум, как у телескопической трубы. Друзья, я не знаю кто и как часто будет пользоваться подобной функциональностью. Но лично меня даже сама возможность делать нечто подобное при помощи смартфона ввела в шок. Поглядите, это реально подзорная труба. P30 Pro получил 5-кратный оптический зум, 10-кратный гибридный и 50-кратный цифровой. Вот, поглядите на этот снимок. Вы где-нибудь здесь видите лодку? А она тут есть. Вот 5-кратный зум. Теперь 10-кратный. И вот 50-кратный. Да, согласен, качества в таком случае никакое. Но это, мать его, смартфон. Короче, я не знаю как именно это вам может пригодиться, но то, что в этом плане Huawei изменили правила игры, это факт. По фотосъемке он стал снимать еще лучше, чем P20 Pro. И днем, и ночью этот парень творит чудеса. Вот вам шок фотография для того, чтобы заманить вас в полный обзор камер. Чтобы вы понимали, это была полная темнота. Короче, фотографирует смартфон очень круто. Еще есть и широкоугольная камера с хорошей детализацией. Даже в темноте с ночным режимом можно сделать нестыдное фото. Фронталка получила модуль на 32 мегапикселя. Вот примеры снимков в тяжелых условиях. Теперь я не похож на Барби, как это было раньше в P20 Pro. Проще говоря, Huawei изменили алгоритмы работы фронталки в лучшую сторону. По видеосъемке, раньше это была болячка всех флагманов компании. Сейчас же P30 Pro снимает не хуже конкурентов. Отличная детализация, стабилизация, работа автофокуса. Картинка не сыпется даже при прыжках. Если вы думаете, что я вам сейчас заливаю, смотрите ссылку на исходники в описании. В условиях недостаточной освещенности аппарат также снимает вполне не стыдно. Короче, у меня претензий к видеосъемке нет. Единственный момент, так и не завезли режим 4К 60 кадров в секунду. И это странно, если честно. У конкурентов такая возможность уже есть давно. Вы уже, наверное, устали. Такой долгий обзор. Потерпите еще немножечко, сейчас я расскажу про время автономной работы, звук и после этого будем подводить итоги. Смартфон получил аккумулятор емкостью 4200 мАч. Задоротливый тест у меня пока что сделать времени не было, но за три дня я понял, что он держит зарядку как зверя. По ощущениям, плюс-минус как Galaxy S10+, может быть, Huawei живет немножечко дольше. Это с функцией Always on Display. Мне, короче, при интенсивных тестах полного заряда хватило на полтора дня. Думаю, что при средних сценариях эксплуатации легко будет хватать на два дня. А в любом случае, мы в скором времени проведем наш задоротский тест, в котором примут участие сразу 10 смартфонов. Все, как вы любите. Если вы еще не подписаны на наш канал, сделайте это прямо сейчас, чтобы не пропустить этот видос. По звуку мультимедийный динамик здесь один. И да, и ТФЛ, учитывая тот факт, что конкуренты предлагают уже давно стереозвук. В целом, звучание громкое, качественное. То есть, если вас не падает то, что звук не стерео, вам по-любому понравится. Для беспроводных ушей все кодеки поддерживаются, поэтому проблем не будет. Так, я думаю, пора уже подводить итоги, а то я вас уже совсем замучил. Что мне понравилось в этом смартфоне? Первое и самое важное, это камеры. Они тут просто сумасшедшие, причем все сразу. Тут можно было бы за все поставить плюс. Второе, время автономной работы. Третье, крутой OLED-дисплей. Четвертое, нереально быстрая зарядка по проводу. Пятое, стоимость ниже, чем у конкурентов, причем намного. Чтобы вы понимали, в Украине за него будут просить 27999 гривен. Да, это не дешево, но при этом вам будут давать в подарок еще часы. Huawei Watch GT. И это все равно дешевле, чем Galaxy S10 Plus на 5000 гривен. Для удобства я еще указал прайс в рублях и долларах, чтобы было понятно всем. Ссылку на то, где можно будет сделать предзаказ, я, разумеется, оставлю в описании. Ну и такие вещи, как NFC, беспроводная зарядка, влагозащита, я относить к плюсам не буду. Ну, потому что это все-таки флагман, и он стоит не 2 рубля. Что не понравилось? Первое. Нет стереозвука. Учитывая то, что это флагман, он здесь должен быть. Второе. Нет возможности записывать видео 4К 60 кадров в секунду. Третье. Проблема с уведомлениями. На экране Always On Display уведомления со сторонних приложений не отображаются. LED-индикатора нет. Да, конечно, можно установить сторонний софт с другим Always On Display. Но я считаю, что Huawei должны обратить внимание на этот момент и исправить его в будущих обновлениях. Все остальное это субъективно. По типу скругления дисплея, оболочки и так далее. Все объективные минусы на момент записи этого ролика я озвучил. Теперь давайте я отвечу на вопрос. Получилось ли у компании Huawei изменить правила игры? Для тех, кто интересуется мобильной фотографией, однозначно да. Смогли они показать то, чего раньше не было? Да, смогли. Это мегазум. Ранее подобного не встречал, во всяком случае, в смартфонах. Я считаю, что P30 Pro будет не менее популярным, нежели P20 Pro. И Huawei здорово упоролись над созданием этого аппарата. Во всяком случае, в техническом плане. У меня все. Не забывайте ставить палец вверх под этим роликом, если он вам понравился. Делитесь им со своими друзьями. Участвуйте в наших розыгрышах. Обращайте внимание на ссылки в описании. И да пребудет с вами Android. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok